Всем привет! Мы продолжаем нашу миланскую кампанию в игре Medieval 2 Total War. Ну и да, вот, Никоси остался один ход. В прошлой серии мы отбились в кольяре от мавров. Да, кстати, вот Венецию осуждают венецианцы. Да! Да, я вот... Ваше Величество! Да? Марш! Объединяемся! Жду приказаний! Да, милорд! Я вот хотел собрать... войска. Да? Жду приказаний! Объединяем войска, милорд! Что прикажете? Жду приказаний! Объединяем армию, милорд! Ваше Величество! Объединяемся! Угу. А, ну да, один отряд застричь. Объединяй войсками, милорд! Ваше Величество! Что прикажете? Приказываете! Конечно! Так, у нас есть две армии, да, ну и я... В принципе, хотел наступать на Марсель. Который находится у французов, но... Я настолько разозлился на мавров, что я... Решил, что да, вот... Все-таки ж буду вторгаться в Мавританию. В Северную Африку. Рад служить! Я думаю, да, двумя армиями... Мы будем наступать. Ну что ж, задаем ход. Венецианцы идут на штурм Венеции. Ну, довольно-таки серьезно. Ну, а мы попробуем, наверное, отбиться. Войны ждите карты! Так, отлично! Я думаю, да, займем оборону в центре города. Да, смотрите, у нас очень хорошее ополчение. Так, ну и начнем битву. Ну, так, чего вы ждете? Давайте приступайте к вашему грязному делу. Да, наверное, раздолбают всю стенку, все башни своими баллистами. Ну да, мы подождем. Мы подождем, пока, да, враги войдут в город, ну и остановим их. Я думаю, все-таки же получится у нас остановить на центральной площади. Хотя вот она пишет, что вполне возможно и поражение. Продолжение следует... Да, стенку они, конечно же, сломают Да и башни, мне кажется, вынесут Вообще, тоже бы хотелось в Венеции как-то решить Все проблемы, потому что, ну, тоже они меня достают Правда, вот с католиками воевать, папа, конечно же, да, не одобрит Таких действий Враги уже за стенами! К бою! Остановите их! А вот с маврами, да, в принципе, папа совсем не огорчится, если мы будем воевать с маврами А вот с маврами! Так, ну и куда вы стреляете? Ага, в стенку, все таки же стреляют в стенку. Видимо одного проема в стене мало. Ну да, в принципе четыре отряда баллист. Продолжение следует... Так, это арбалетчики. Рыцарей много. Да, довольно-таки серьезная. Стены рухнуты. Теперь мы сами должны стоять стеной. Довольно-таки серьезная. Если что, я думаю, да, придется, наверное, все-таки же отбивать Венецию... Ну, не уверен я, что я смогу удержать, но я все-таки же надеюсь на положительный исход событий. Ну, все может быть. Ага, вот они еще... Еще в одном месте стенку ломают. Думаю, да, давайте вот ускорим битву, ну и дождемся уже, когда враги пойдут на штурм. Стены рухнуты. Теперь мы сами должны стоять стеной. Угу. Еще в одном месте стенку ломают. Да, пока не израсходуют все боеприпасы, они не успокоятся. Стены рухнуты. Теперь мы сами должны стоять стеной. Ну что ж, мы в принципе, да, построились. Так, отлично. Враги решились атаковать. Тащат лестницы. Ну да, вот это вот осадное оборудование тараны и башни бросил, да. А эту лестницу нафига? Спаси нас Господь! Враг уже на стенах! Держите оборону! А эту лестницу нафига тебе? Так, вот венецианцы уже в своем родном городе. Крестьяне. Крестьяне, да, впереди всех. Так, первая группа пошла атаковать наши позиции. Так, ну что ж, началось. Нас атакуют! Нужно действовать! Крестьяне, да, сразу же повернули обратно. Ну что ж, по одному проценту. Потери. Их полководец бежал, как последний трус. Вперед! Победа близка! Ну это упрощает задачу. Если полководец их не бежит, это нам упрощает задачу. Так, я думаю, да, давайте уничтожим пока что вот этих вот пеших рыцарей-феодалов. Окружим их и уничтожим. Готова! П施иниまあсвыку воротов на востях. Нигаас выбол 만들ло! Нигаас выболт velvet! Нигаас выб Xbox. так отлично возвращаемся на другую нужно действовать возвращаемся на позиции смотрите они бегут трусы несчастные я ж пока еще не начал вас бить я даже еще не начал вас бить так давайте расположим войска получше и быстрее быстрее и и и и и и и и и так ну да вот по процентам но пока что вы хотя основные силы конечно же да вот еще еще не втянулись в бой ветераны в доспехах вражеский полководец бесчестный трус он бросил свою армию и бежал да это серьезно ударит по морали венецианского войска я бы на его месте конечно же да вот нас атакуял кого-то нужно действовать берег если мы его убьем это окончательно подорвет боевой дух венецианцев ихний дух да вот борьбе и так подорван что их не полководец бежит крестьян арбалетчиков он отправил в ближний бой нас атакуют нужно действовать так уже пишут что силы врага равны вашим вот ведь клоуны а чего же вы ждете то идите уже в атаку нас атакуют нужно действовать да мы по времени выигрывать по времени мы выигрываем эту биту или он все таки же обходится но обходить здесь далеко башню снесли да вообще вот это вот все плохо все эти миграции войска устают так все таки же решился он да заходить к нам во фланг ну что ж мы встретим его как полагается поездка и так и 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 да вот вот он решающий удар венецианцев до отправила на нас войска с двух сторон все таки же вот так вот решил то сделать да они ломаются очень просто да смотрите даже и рыцарь и феодалы тоже не хотят сражаться бегут трусы несчастные их полководец бежал как последний трус вперед победа близко так отлично у нас кстати войска свеженькие ну а так вы колеблитесь если я вам по вам ударю конец и обречены молите господа чтобы он спас нас от поражения хватит паникерства все под контролем нет вернемся к пишу полководца да эти ветераны бегут да можно было бы уже атаковать но я наверное еще выжду последний момент битвы изменился в нашу пользу это первый шаг в победе да все вперед в атаку давайте ребятки ну только не тормозите а сейчас очень важный момент нужно атаковать сейчас очень важно атаковать ну да с ну смотрите на эту несправедливость ну прям ну не догоняем и все вот можно же было вот эту вот всю араву уничтожить же полководца так давайте да займем башни Продолжение следует... 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 А вот рыцарей-феодалов желательно добивать... Продолжение следует... 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 так так по времени уже все ну сколько можно по времени уже все так отлично вот пошел таймер давайте может быть ударим по этой баллистии приказ так отлично добиваем отступающие расчеты баллист так 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 солнце зашло и все надежды врагов угасли вместе с ним эту победу будет славить весь христианский мир до победа все-таки отлично венецию мы все-таки удержали просто чудесно просто чудесно золото не хотят а что вы лезете то если у вас золото не хватает так ну и вторая битва я думаю что может быть повстанцы повстанцы будут отбиваться они получили то что заслужили нет смотрите да не костью мы захватили селение врага победа без боя так хорошо давайте да вот это мы помолвки лука чужеземные интриганки не удалось женить на себе вашего военачальника если бы дочерью знатного рода двигали более благородные чувства свадьба могла бы и состоятся однако она обещала полководцу власть и богатство при дворе своего отца верность вашего поддавана должна быть оценена по достоинству так лука так а ну-ка давайте посмотрим кто это лука лука прям как апостол да вот не знаю нету нету таких так свадьба да официальная свадьба так два хода антверпену отношения с папой у нас улучшились отлично а ну да он конечно же очень рад что мы построили собор в риме так новый кардинал из милана заменил испанского кардинала так мы еще сильнее да укрепили свои позиции в этом в папской коллегии так что все отлично так генуя расширяется хорошо дадим это расширение до денег много так никосия давайте понизим налоги да вот улучшение сделаем дозорный пост мастерскую хлебный рынок церквушку и ратушь отлично да я вот кстати везу священников поднять якорь милорд мы продолжим нифига себе вот у вас флот так отлично да у монголов тоже есть флот кстати интересные дела что приказаний ваше величество так ну да здесь мы переобучаем я подчиняюсь только своему правителю до португальцев тоже много так давайте еще священников давайте купца в генуя и все да так отлично приказываете только ваше величество мы сделаем вот так выступаем немедленно так разбиваем антонио из турина и морелла росси до отправляются на покорение мавритании так я думаю пора бы может быть действовать дипломатами если они конечно же у меня есть так посол окрестности марселя уже в пути я за ночую здесь мне нужно отдохнуть а это он же да сюда у меня оказывается только один посол слабоват я конечно же в дипломатии да и ладно как-нибудь переживу это как-нибудь переживу это так но вообще да с этим сложно потому что у меня к сожалению не хватает полководцев так пожалуй сдаем следующий ход да англичане что-то хотят хотят и не до хотят блин двадцать раз тебе говорил оставив моих купцов покоя милость божья они не знают пощады ты издеваешься ну давайте да почему бы нет так отношения с папой у меня великолепные кстати да да вы все правильно подумали так тунис оказывается мавританский да святое евангелие проповедует мир но война за веру святая война ибо сказано было так же не мир принес я вам но меч его святейшество папа римский объявил крестовый поход дабы изгнать неверных из святой земли и отвоевать гроб господень пришло время когда христиане должны забыть обо всем что их разделяет и выступить под единым знаменем знаменем святого креста вместе они отвоюют святую землю или погибнут крестовый поход на тунис папа призывает крестовому походу на тунис папа римский согласен что это поселение должно стать целью крестового похода он объявит правителям католического мира что истинным слугам бога надлежит вооружаться против врагов горе тем кто восстанет против благочестивого войска господнего да так ну что ж да мы идем крестовый поход что приказаний высадимся здесь приказывайте так морелла росси тоже у нас станет крест крестоносцем да там милорд есть милорд бросаем якорь до утра так да видите они вступили в крестовый поход и получили благородство так наш кардинал кстати заменил сицилийского отлично милорд милорд так купец есть а качино росси во флоренции вот что поведет продолжим путь за еще одну армию в бой так венеция расширяется ну что ж отлично хорошая новость так мавры мавры осаждают кольяре мавры ваше величество идем на врага да марш мг отлично вот так вот так мы кстати да и можем еще одного купца заказать так не кости не кости уж так плохо то ни дипломата ни шпиона прокладываю курс мертв на сегодня наш путь окончен прочь неверный пес химши какие будут поручили мне туда не пройти яйти пройти нужно мне тут панику разводить прочь отсюда брак рейха немцы какие-то взбунтовались отлично так давайте переобучим этих рыцарей да у нас уже есть рыцари феодалы отлично просто так обожаю когда много денег прям строй все что хочешь вот это вот мне нравится так чтобы магдыбург а конюшни да хорошо полерма давайте банк так неаполь давайте давать составной доспех так мец а где он находится а здесь вот он находится у нас давайте так да все равно денег очень много денег трать не хочу так шталфин давайте монастырь так кольяре да я уже смотрел генуя милан милан купеческая казна давайте лучше вот полный доспех вот так вот да уже дорогущие здания строим так кстати франкфурт улучшается так мы здесь да пока что можно еще обождать с рима начали ну и римом наверное закончим жду приказаний так отлично ну чтож да я думаю эту серию закончим потому что вот у нас будет наверное битва хотя врагов настолько мало что я даже не знаю будут ли датчане пробовать отбиваться или нет но в принципе да давайте оставим это дело на следующую серию в принципе эта серия у нас подошла к концу мы наступаем на мавританию хватит им уже подло бить спину кольяре до захватили мы кстати без боя не костью я все-таки знаете думал что повстанцы будут отбиваться потому что у них были значительные силы но в принципе да без боя так без боя так по всем остальным направлениям и отбились до венецию сумели защитить так что в принципе все очень хорошо ну что ж всем спасибо за просмотр ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал ждите новых серий у нас еще ничего не закончено в комментариях да вот я часто читаю и спорим даже с некоторыми подписчиками да насчет милана что же называть миланом это государство или империя как бы совершенно очевидно что это уже не какая-то да вот маленькая торг торговая республика а уже довольно таки мощное государство даже не знаю да но все-таки ждая вот хотел бы сказать людям которым я возражал в комментариях что это империя я хотел бы сказать да вы знаете я пожалуй соглашусь с вами вот вот эта вот серия да вот я наконец-то да согласен с вами что с этого момента можем называть наше миланское государство миланской империи итальянской всем спасибо и всем пока